Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Я рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня он будет несколько необычный. Мы с вами посмотрим несколько населенных пунктов в такой Европейской Республике, как Молдавия. И сравним эти населенные пункты с непризнанной также Европейской Республикой Приднестровьем. Огромное спасибо за идею спонсора, который предложил сделать подобный обзор сравнения. Ну а как обычно в начале ролика, я выражаю огромную благодарность всем тем, кто заходит на мой канал, подписывается, ставит лайки, кто пишет комментарии. Всем большое спасибо, что остаетесь со мной. Оставайтесь и дальше, впереди будет много чего интересного. Отдельная благодарность, как всегда, всем, кто помогает в развитии канала теми или иными способами. Спасибо за спонсирование, конечно же, спасибо за донаты, которые приходят. Всем огромное спасибо, все это пойдет, безусловно, на дальнейшее развитие канала. Итак, Молдова – это государство в Восточной Европе, которое раньше входило в состав СССР. Территорию Молдовы занимают леса, горы и виноградные плантации. Главные винодельческие регионы страны – это Нистериана, известная своими винами, и Кодры, где находится один из крупнейших винных погребов в мире. Столица страны – город Кишинев, славится архитектурой времен СССР. Также здесь есть Национальный музей истории Молдовы. В нем представлены различные произведения искусства и этнографические коллекции, подчеркивающие культурную связь страны с Румынией. Ну, вот так выглядит эта республика в пределах своих границ. Ну, а что касается Приднестровья или Приднестровской Молдавской Республики, то она расположена вот по этому берегу Днестра. В принципе, как бы длится на протяжении всей восточной границы Молдовы. Ну и начнем мы свой просмотр с небольших городов непосредственно Молдавии. И первое, что хотелось мне посмотреть, это Каушаны. Вот здесь расположен этот небольшой городишко. Еще город называют Каушень. Прям, знаете, такое звучание, как будто бы это китайский какой-то город или населенный пункт. Ну, начнем с просмотра по традиции, как бы, автовокзалов. Если где-то они будут попадаться, будем их смотреть. Вон там вдали можем наблюдать Лукойл, российскую компанию непосредственно. Автовокзал небольшой, но, скажем, для такой бедной страны вполне даже и приличный. Вот так выглядит издалека. Неплохое, смотрите, даже дорожное покрытие. Ну, надо же. И автобусы. Хочу обратить ваше внимание, что да, вот есть, конечно же, и старенькие автобусы. Ну, а так, в принципе, еще в неплохом состоянии. Съемок по обоим республикам достаточно мало. Поэтому будем довольствоваться вообще вот тем, что есть. Все абсолютно будем просматривать. Каждую локацию. Даже ночное время. Ну, здесь понятно, что территория перед торговым центром вот каким-то выстроена. Хотя мне почему-то особо не видно автомобилей, чтобы работал. Ну, может быть, это очень позднее время. Октябрь 2020 года. Съемки свежие. Хочу обратить, опять же, на прилегающие территории, как обычно. Вот в этой области. В принципе, вот судя по территории, прилегающей к торговым точкам, конечно же, все достаточно и неплохо. Так, здесь у нас съемки август 16-го года. Вот такой домик просматриваем. Газовое отопление присутствует. Прямо все отделано неплохо. Тротуары. Ну, в принципе, в принципе, для подобной республики очень и очень даже неплохой вид. Вот здесь такой вид тоже на город. Хотя они совсем хорошо открываются, конечно же. Хочу отметить, все европейские автомобили присутствуют. Ну, допустим, вот тот же Renault Logan, который выпускается в России под маркой Logan, здесь под маркой Dacia. Вот Largus тоже самое стоит, как и в России выпускается Largus под маркой Largus, здесь он под маркой Dacia. Так, ну, что мы здесь с вами видим? Ну, вот такие вот здания просматриваются. Тоже я бы не сказал, что разрушены. Разруха полнейшая такая там в Молдавии. В принципе, и неплохо все. Далее вот такое здание. Ничуть не хуже, чем во многих российских, к примеру, градах. Ну, и еще несколько таких быстрых, давайте, изображений данного города посмотрим очень быстренько. Полистаем. Есть такой замечательный храм здесь. Мы зацикливаться не будем на одном городе. Будем переходить, смотреть. То есть, вот такое памятное тоже место. Не буду вникать, что оно из всех представляет, кому посвященное. Но хочу сказать, что, в принципе, республика не стоит в разрухе. Она, вот, судя по всем изображениям, в принципе, живет. Потихоньку, потихоньку она живет. Так, заинтересовал мне такой населенный пункт, как Опач или Опач, точно не могу сказать. С ударением непонятно совсем. Оказалось, что это село. Но, тем не менее, населенный пункт достаточно большой. И он достаточно меня, говорю, заинтересовал в плане того, что посмотрел несколько изображений. И вот меня они даже впечатлили. Посмотрите, для села, пусть это даже село, такая вот есть остановочка, довольно-таки солидная, прочная, скажем так. Вот здесь территория хорошо выглядит. Ну, я так понимаю, наверное, это администрация, скорее всего. Хотя, может быть, ошибаюсь. Ну, частный сектор, да, какой-никакой. Вроде бы есть как заборчик, вроде бы есть строение, хотя очень и очень хилое. Ну, посмотрим сейчас еще. Есть плохая или хорошая вот такая спортивная площадка. Ну, скорее всего, это школа зданий здесь расположена. Ну, плюс еще вот такие прилегающие. Не знаю, что здесь построено. Общий вид на село. Давайте посмотрим. Ну, смотрите, оно просто огромное. В принципе, можно сказать, что поселок такого городского типа. Вот, если бы мы рассматривали это в России. Следующий населенный пункт в Молдавии, смотрим, это Страшены. Как уже говорил, изображений, к сожалению, не так и много, поэтому просматриваем все абсолютно, что есть. Прилегающая территория к лицею. Вот таким образом выглядит. Съемки, ну, скажем, не совсем уж и свежие, 17-й год. Ну, хотя, в принципе, и не устаревшие полностью. Здесь посмотрим мы с вами, в принципе, уже окраину. Таким образом выглядит. Тоже 17-й год. Ну, ничего особенного. Ну, и, в принципе, хочу сказать, не развалено. Прям вот все в таком величайшем упадке. Что-то, посмотрите, тоже люди стараются высаживать. Что-то как-то благоустраивать. Эти моменты. Да, вот там вдали вроде бы как и заброшенные дома присутствуют. Но без этого, наверное, и никуда. Смотрим еще. Еще несколько изображений этого же города. Здесь 17-й год. Достаточно много мусора, опять же, наблюдаем мы. Ну, а так, в принципе, посмотрите. Да, много рекламы. Но еще это здесь. Мы во многих странах это можем наблюдать. Бордюр такой поломанный. Но, тем не менее, все равно что-то есть. Торговые точки. Значит, торговля идет. Вот потихоньку развивается. Люди по чуть-чуть живут, в принципе. Вот как обрисовывают тяжелейшую жизнь в Молдавии, то здесь должны быть просто руины. Все развалено. Вот так вот разбитые окна. Никаких фонарей не должно быть. А уж автомобили. На что тогда люди покупают, если они там с голода пухнут? Ну, не знаю. Ну, вот таким образом тоже выглядит. Давайте несколько локаций также посмотрим на город. Быстренько вот такие вот изображения. Достаточно объемные. Ну, вот таким образом он выглядит еще и осенью город. В принципе, опять же, вижу огромное количество жилых домов. Как бы с замененными крышами уже. То есть идет ремонт. Это ноябрь 2020 года. Так что вот таким образом Европа. Европа довела тоже самую бедную страну. Которая находится фактически в руинах. Хотя, покажите мне, где здесь руины. Все в принципе... Ну, да, понимаю, что страна небогатая. Ну, скажем так, и выглядит она неплохо. Опять же, как аграрная страна. Ну, понятно, здесь, конечно, тоже окраина какая-то присутствует. Панорамный снимок. Ну, давайте тоже покрутимся, посмотрим. Ну, здесь, конечно, вид похуже. Говорить нечего. Ну, и еще один город посмотрим мы непосредственно в Молдавии. С таким названием интересным, как Камрад. И потом уже перенесемся в Приднестровскую Молдавскую Республику. Есть у нас вот такие вот изображения с территории храма. В принципе, подобные территории во многих странах выглядят, конечно же, очень и очень красиво. Это говорить нечего. Таким образом выглядит Камрадский музей. Довольно-таки хорошее здание. Но нам больше интересно с вами именно улицы города, прилегающие территории. Посмотрите, вот таким образом все выглядит здесь тоже. Вот просматривая уже несколько снимков, все это мне больше напоминает, знаете, среднестатистический какой-то город небольшой районного масштаба в более богатой и крупной стране, нежели вот в Молдавии. Ну, скажем так, неправильно немножечко выразился. Нежели, а в принципе, для Молдавии это и вполне реально. А вот здесь, посмотрите, вообще, какая замечательная территория такого сквера. Длится вот очень далеко, посмотрите. Просто замечательно выглядит. В принципе, опять же, хочу сказать, что... Так, ну вот здесь дом культуры расположен, я так понимаю. Вот прямо мы видим здесь фонтан. Хочу сказать, опять же, для небольшого города и в такой республике небогатой все достаточно приемлемо. 17-й год. Очень часто можем видеть во многих западных фильмах, в Молдавии там какие-то руины, разруха, бандитизм полнейший. Ну, может, он и присутствует, конечно, но хочу сказать, вот по этим снимкам, по всем уже, которые просмотрели, заметно, что, в принципе, страна по чуть-чуть развивается, живет, но и не находится в тех руинах пресловутых, которые рисует Голливуд. Ну, а здесь видим мемориальный комплекс. В принципе, очень хорошо он выглядит, как и должен выглядеть всегда. Хочу также обратить ваше внимание на товары в магазинах. Вот чего только нет. Такой вот небольшой магазинчик. Сейчас посмотрим еще другое изображение. Вот здесь уже внутри супермаркета, ну и товара видим, что довольно-таки много. Вот так. Так что республика живет, в принципе. Вот чего только нет. Все забито, в принципе. Ну, а здесь центральная площадь, фонтан, посмотрите, какой. Тоже симпатичный, достаточно съемки, хотя достаточно тоже старый. Это только 14-й год, друзья мои. И то, посмотрите, как все выглядит. Я бы сказал, по этим видам. Это, конечно, не Молдавия. Но какая-то другая страна не буду называть. Просто все выглядит очень неплохо. Так, ну здесь вот еще изображение по улице. Посмотрите, посмотрите, дорога в плитке. Вот так, в Молдавии. Молодцы. Еще одно изображение на центральную площадь. Вот мне больше это все напоминает, где-то, знаете, ну, наверное, страны Балтии. Просто невероятно все здорово смотрится. Ну, и хочется еще показать территорию, прилегающую территорию школы номер 2. Вот так выглядит. Подходы к плитке. Прилегающая территория тоже выглядит замечательно. Видно, что ухожено, не запущено. Но вот здесь вот единственная проблема с асфальтным покрытием. Давайте теперь отправимся мы в Приднестровье, в эту непризнанную республику. И начнем просмотр с такого города, как Слободзея. Если правильно произношено ударение в Викпедии, вроде бы так выставлено. Вот так выглядит этот городок. Ну, и с него начнем просмотр. Тоже, друзья, мои изображений достаточно мало, поэтому фактически будем смотреть все. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? На какую территорию мы с вами попали? А, ну, какой-то здесь расположен, в принципе, магазин. Скорее всего, это обратная сторона его. Так, теперь смотрим мемориал. Мы видели в Молдавии все это. И здесь непосредственно тоже мемориал просматриваем. Так же выглядит неплохо. Так, теперь изображение улиц. Вот тут не пойму, то ли это новострой даже, то ли вот так была какая-то реконструкция вот этого здания небольшая. В принципе, проводился ремонт в мае 2020 года. Здесь более старое здание. Ну, здесь, да, здесь новые постройки, не спорю. Торговые точки присутствуют. Территория строительного лицея вот таким образом выглядела в 2018 году. По Приднестровью, друзья, мои съемки очень-очень свежие. Апрель 2020 года. То есть буквально вот недавно это все сделано. Вот таким образом выглядит. Тоже обращаю ваше внимание, что тротуары в плитке. Хорошее дорожное покрытие по городу. Посмотрите, здесь такой вот огромный сквер. Тоже выглядит здорово. Конечно, да, один момент людей совсем нет. Вот это, конечно, даже страшно, как Припять, как будто бы вымерли все. Один из дворов в Приднестровской республике. Что хочу сказать. Конечно, нельзя назвать вот эти вот дворы богатыми, но достаточно и ухоженные, в принципе. Есть, конечно, проблемы. Не говорю вот эти вот вытоптанные дорожки. Одна, две, три. Непонятно. Вот эти невыкрученные пеньки огромные. Здесь вот заматаны вот эти вот детские все карусельки. Я так понимаю, что их, может быть, недавно привезли. Либо ремонтируют, потому что вот здесь вот не видно, что новое, но заматаны тоже в пленке. Это, скорее всего, предполагается скорейший ремонт. Сам двор, да, вкапаны колеса, но тем не менее, посмотрите, не загажен, не заброшен. Ну и так вот особой мусора-то нет. Тоже съемки это 20-й год. Дома, фасады разношерстные, балконы выглядят, везде колеса вот эти вот. Но все равно люди хоть как-то что-то стараются делать. Видно, те же колеса хоть вкопаны, но они крашены. Ну, хоть какой-то, какой-то вид придают двору. Еще одно, друзья мои, изображение улицы. И вновь меня удивляет. Посмотрите, такие вот большие торговые центры. Хай-тек, супермаркет электроники и мебели. Тоже плиточное покрытие и для парковки автомобилей. И вообще, общий вид, опять же, не признанная республика. Посмотрите, а здесь супермаркет. Электроники, мебели, то же самое. Все равно люди продолжают жить, существовать. Да и машины негнилые какие-то развальные ездят. Неплохо выглядят они точно так же. Посмотрите. Ну, конечно, территория администрации. Прилегающий вот здесь вот сквер выглядит таким образом. Вы только посмотрите. Вообще, это что? Это Приднестровье? Да многие города, даже центральные скверы и парки в России-то выглядят намного хуже. А здесь, пожалуйста, вот такой вот изумительный вид. Там вот такие арки. Может быть, сейчас подойдем туда, посмотрим. Ну и, друзья мои, попадая вот на такой замечательный парк городской, аркадный комплекс называется. И, в принципе, я уже, наверное, комментировать ничего не буду. Мне даже не верится, опять же, что находимся в одной из бедных стран Европы. Вот так Европа, Евросоюз, хотя страна не в Евросоюзе, довела, в принципе, вот эту бедную страну. В общем, все выглядит ужасно. Просто кошмарно. Вот такое вот ужасные здесь места для отдыха непонятные. Просто жуткие. Вот вам и Молдова. Я удивлялся, в принципе, тому, что видел в Румынии. Хочется еще несколько сделать обзоров по этой стране. Но никак не ожидал, что, допустим, в той же Молдавии будут вот такие замечательные виды. Ну что ж, давайте в Приднестровье посмотрим сельскую местность. Это вот село Глинное. Да, ну, к сожалению, здесь только зимние пейзажи, поэтому вот летние изображения и дорог, и прилегающие территории, как бы, здесь мы не увидим. Здесь можем посмотреть здание администрации. Такое скромное здание. Опять, к сожалению, только зимние пейзажи. Ну что, даже вот, судя по зиме, хочу сказать, посмотрите. Вот вдали видим дома. Ну, видно, что жилые, не заброшенные, в принципе. Живут люди. Еще одно зимнее изображение. И заборчики стоят. И вот такие вот мощные выглядят. Да, конечно, может быть, это не совсем и красиво, вот эти вот тюремные стены. Но, опять, есть у людей средства. Живут как-то. Здесь чуть-чуть иной вид. Ну, для сельской местности, в принципе, и неплохо. Ну, еще один вид на улицы, хоть и с зимним пейзажем, давайте посмотрим. Здесь расположена церковь. Ну, такие вот вдали дома видим. И еще один сельский пейзаж. Пейзаж. Уже летнее время, 18-й год. Вот такие виды. Итак, в Приднестровье смотрим еще один небольшой город. Это город Днестровск. Начнем тоже с автостанции. Вот такое небольшое здание. Ну, в принципе, с хорошими подъездными путями. Итак, октябрь 19-го года. Город Днестровск. Что в Приднестровье. Непризнанная, опять же, республики. Посмотрим, как живет. Неплохие здания видим. Здесь тоже построены хрущевки, хотя... Ну, тем не менее, выглядят они совсем неплохо. Вот такой вот расположен здесь сквер. Тоже с плиточным покрытием. Ну, я думаю, сейчас туда мы дальше еще пройдем, посмотрим. Да, этот сквер достаточно большой. Очень длится хорошо так. В основном видим вот такие вот четырехэтажные, пятиэтажные здания. Ну, конечно, достаточно старинные. Здесь ноябрь уже 18-го года. Конечно же, похуже прилегающая территория. Нет современной плитки, а вот такое бетонное покрытие. Еще раз посмотрим на площадь. Дворец культуры Энергетик. Тоже 19-й год. Вот так выглядит. Сюда я уже поближе подошел. Ну, а здесь уже ближе к окраине, друзья мои, мы разместились. Тоже 19-й год, ноябрь. Вот такие здания жилые видим. Ну, опять хочу сказать по поводу прилегающей территории. Вот это что больше всего интересно. Фасады, как здания выглядят, прилегающая территория, дорога. Ну, что я хочу сказать. Мне, в принципе, тоже нравится. Не говорю, что здесь прям вот идеально все сделано. Но видно, что оккультурино, не запущено. Ну, и при наличии определенных, может быть, финансовых средств, это выглядело здесь намного-намного лучше. Попадаем вот на такой большой пустырь. Здесь открываются у нас просто огромные здания. Вот это вот строение жилое, конечно же, старенькое видно. Здесь вот это поновее с хорошим, неплохим фасадом. Хотя, может быть, и была определенная какая-то тоже реновация. Тоже, друзья мои, фактически попадаем на окраину города. Съемки июнь 2020 года. Очень-очень свежие. Вот так здесь выглядят эти многоэтажки. Дворы. Кстати говоря, ничуть не заручены. Видно, что ухожены. Вот таким образом Приднестровье тоже живет. Непризнанная республика, но живет. Посмотрите, здесь вообще стройка ведется. То есть город расширяется. Вот так. Вот вам и непризнанная республика. Ну, а на этой территории, я так понимаю, что здания вот эти жилые построены не так уж и давно. Так как отличается вообще даже сама постройка от того, что мы видим. Вот если старенькие какие-то и то с лоджиями. Опять, смотрите, идет ремонт какой-то. Хотя бы в порядок как-то это все приводит. Так, здесь либо часовня, либо храм расположен. А, храм, да, все правильно. Это церковь Кирилла и Мефодия. Так, ну и такой вот вид на город, скажем так, несколько издалека. И на этом я буду заканчивать свой обзор сравнения. Всем огромное спасибо, кто посмотрел ролик до конца. А, здесь, я так понимаю, импровизированный такой стадион. Вот, подсветки стоят. Прожектора подсвечивают. Всем огромное спасибо, кто-то смотрел ролик до конца. Поставил лайк, я надеюсь. Конечно же, по возможности подписался на канал. Всем выражаю благодарность за то, что остаетесь со мной. Ну что ж, мы с вами посмотрели одну из беднейших стран Европы. Это Молдавия, ну и непризнанная республика Приднестровья. В принципе, я никогда это не делал, не просматривал. И, знаете, так остался под неплохим впечатлением. Не могу сказать, что все супер. Но, вот, как обычно говорю, редко выражаю свое какое-то мнение. Но, тем не менее, в принципе, вся территория порадовала. Выглядит, конечно же, проблематично в большей степени. Ну и есть просто замечательные места, где не скажешь, что находишься в Молдавии. Как будто бы это совершенно иная страна, нежели как ее иногда и показывают. Ну что ж, на этой ноте я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся на канале Среда Обитания. До свидания, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!